Боевое самбо – это один из видов спортивных единоборств, который становится все более популярным на территории республики. Хасаюльт по праву признан самым спортивным городом Дагестана, где функционирует множество спортивных учреждений и организаций. Спортивный клуб «Тигр» существует относительно недавно, но за столь короткий срок воспитанники данного клуба добились высоких результатов. В городе Санкт-Петербург прошла ежегодная Олимпиада боевых искусств, где активное участие принял воспитанник бойцовского клуба «Тигр» Алим Ханатаев. Завоевав три первых места по трём видам спорта – грэпплингу, боевое самбо и самбо, за что получил звание кандидата мастера спорта. Когда ехали, не были особо уверены, что он возьмет по всем трём дистанции три первых места. Это вообще большую работу мы с ним проделали, в день три тренировки мы тренировались. Были трудные соперники, этот был по грэпплингу в финале, боролся с Махачкалинским, попался с нашим, сделал удержание в конце дополнительной минуты и выиграл. Бойцовский клуб «Тигр» часто участвует на всероссийских и международных первенствах, где завоевывает золотые медали и кубки, тем самым поднимая престиж клуба. «Тигр» за недавное время существования воспитал молодых титулованных спортсменов, которые стали чемпионами и призёрами смешанных единоборств на аренах Европы и России. На протяжении длительного времени Алимхан проходил пупорную тренировку, где осваивали различную технику смешанных единоборств. Я сделал три боя по боевому самбо, раздел борьбы, сделал два боя по грэпплингу и два боя по профессиональному боевому самбо. Мне очень понравилось, стараюсь поехать на Россию. Соперники были нелёгкие, достаточно сложные. Директор клуба «Тигр», по совместительству являющийся тренером, отметил, что за короткое время пребывания в бойцовском клубе Алимхан добился больших успехов, идя к своей цели упорными тренировками. После недельного отдыха воспитанники клуба готовятся на чемпионат России 27 мая в городе Санкт-Петербург. Около 10 спортсменов будут бороться за звание лучших и надеяться на честную и справедливую игру. Продолжение следует...